Всем хэллоу, вы на канале Изи Кодинг, и сегодня я помогу вам сделать самый настоящий Grappling Hook, то есть крюк-кошка, который можно будет цепляться к объектам и притягиваться к ним же. Погнали! И начнем мы с того, что создадим скрипт Grappling Hook. Что ж, после того, как мы создали скрипт, переходим во вкладочку Main Camera, и создаем здесь новый объект под названием Hook. Двигаем его вот сюда примерно, перед персонажем, с левой руки, и добавляем Line Renderer. Так, где наш Line Renderer? А, ну да, мы снимаем галочку Use World Space. Вот, теперь чуть-чуть вниз, чуть-чуть назад, и добавляем на него материал. Все, пока что оставляем его здесь, и переходим в наш скрипт. Итак, мы создаем переменные Public GameObject, наш собственный плеер, который будет двигаться. Public Line Renderer, LR назову ее, Public Transform, Transform Hook. Итак, теперь мы записываем Public Void Update. То есть, каждую секунду у нас будет проигрываться функция. Какая функция? Под названием Grappling. И создаем, собственно, эту функцию. Public Void Grappling. И в ней мы записываем. Если при нажатии второй кнопкой мыши, ну, точнее, при нажатии второй кнопкой мыши будет вызываться следующий команд. Теперь мы, собственно, создаем наш Raycast луч. Через physics.raycast. Теперь указываем в скобочках, откуда начинается луч. Transform Position. Куда направляется Transform.Forward умноженное на 5, в моем случае, я не знаю почему. И что будет касаться? Out Hit. Что будет определять коллизию? Вот этот самый Hit. И теперь здесь мы вписываем. Player Transform Position. Будет равняться вектор 3.learn. И здесь в скобках мы указываем, откуда начинаем. То есть, с Player Transform Position. И куда заканчиваем? Это наш Hit. Collider.Transform.Position. То есть, где наш Hit коснулся, собственно, нашего коллайдера. А, да, кстати, я тут кое-что забыл, что если Hit.Collider.Tag, то есть, если наш Hit касается тега Tower Point, то тогда Player меняет позицию. Откуда? Из его позиции, куда Hit.Collider.Transform.Position. То есть, туда, куда мы коснулись. И здесь мы указываем время, за которое он будет это преодолевать. Вот. Сохраняем. И идем настраивать наш скрипт. Я добавил, собственно, мышку. И теперь, опять же, мы в Main Camera добавляем нашего плеера, то есть First Person. Нам, по сути, нужна позиция его. Дальше Line Render находится у нас в Hook. И также трансформ... Ну, точнее, позиция Hook'а также мы перетягиваем сюда. Вот. Дальше мы... Вот что нам нужно сделать. Нам нужно создать объект, на который мы повесим тег под названием Tower Point. То есть, мы здесь нажимаем Add Tag. Здесь нажимаем Up и пишем Tower, Tower Point. Все, берем и кликаем Tower Point. Установили позицию. И давайте посмотрим, притягиваемся ли мы. Итак, я навожусь на наш Tower Point. Нажимаю вторую кнопку мыши. И мы начинаем притягиваться. О, чудо. О, чудо. О, yes. А теперь давайте сделаем визуальный эффект, как наша веревка притягивается к, собственно, этому самому объекту. Итак, мы берем наш Line Renderer. Делаем скобки. Вписываем lr.setPosition. И здесь мы указываем... Здесь мы указываем первое, это какая часть линии идет по индексу. Сейчас покажу. Вот для наглядности. Вот передняя часть. То есть, ближняя к нам. И вторая часть, которая дальше от нас. И вот, вы можете видеть здесь индекс 0 и 1. И вот мы должны выбрать, какая часть будет двигаться к нашему объекту. То есть, мы выбираем единицу. И дальше мы записываем, куда она двигается. То есть, new vector 3. И что увеличивается? По x не увеличивается. По y не увеличивается. А вот по z мы как раз и указываем нашу позицию. hit.collider.transform.position.z Так, сворачиваем и смотрим на результат. Итак, я нажимаю и мы, как видим, луч впустился вдаль. Вдаль, так скажем. Чтобы этот луч исчез, мы должны сделать пару вправочек. То есть, если все это не работает. То есть, мы отпустили клавишу, то lr.setPosition.1 равно new vector 3.001. Это раз. И что еще? Что теперь мы берем наш хук. Наш хук. И когда мы будем зажимать кнопку и наводиться на наш tower point, то хук будет смотреть look at на hit.collider.transform.position. Вот, собственно, и проверяем, что у нас получилось. Захваем в игру. И мы нажимаем. И мы, как можем видеть, притягиваемся. И когда отпускаем, то наша линия тоже как бы уходит обратно. В принципе, я рассказал все основы нашего грэпплинг-вука. Дальше можете играться, экспериментировать, что, собственно, и делает нас создателями, креейтерами и, ну так скажем, программистами. Вот, а на этом я хочу пожелать вам удачи в создании игр. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!